Здравствуйте, друзья! С вами Ольга Мишина. Хочу предложить сделать вот такое весеннее панно, пасхальное. Уже на голубом небе летают пчелки. Веселый пасхальный кролик сидит в травке. У него раскатились нарядные пасхальные яички. Одно он держит в ручке, в лапке. Украшено наше панно рамочкой из веточек и из веточек вербы. Все сделано из картона и из материала. Но по ходу я буду объяснять, по ходу работы можно делать только из картона и цветной бумаги. Получится не хуже. Друзья, у меня есть замечательный плейлист поделки к пасхе. Поделки и украшения для дома и сада и подарки. Заходите на эти плейлисты, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А я дам шаблон к этому видео. Размер рамки 20 на 25 сантиметров. Я дам шаблон и дам фотографию мордочки зайчика и лапок, чтобы вам было легче делать. Картонную заготовку я положила на розовую бумагу. И просто вот так облила кандыру и вырезала. Мы делаем 4 заготовочки лапок. Раз, два ножек. Три, четыре. Две заготовочки личика. Раз, два. И одну заготовочку вот этой ручки. Вот эту ручку мы не делаем, потому что у нас потом, в смысле не вырезаем, будет вложено яичко. И вот так зайчик будет держать яичко. Сначала приклеиваем лапки, ручку, личико и ушки. И в первую очередь приклеиваем штанишки. Намажу сейчас клеем. Я делаю клеем титан, можно клеем пистолетом. Значит, и штанишки, и кофточку. Вот кофточка и штанишки. Мы вырезаем, вот вы увидите, синие чернила. Вырезаем запасом, чтобы потом загнуть на обратную сторону и скрыть вот этот вот край. Но это я захотела сделать из материала штанишки и кофточку. А кто захочет делать штанишки и кофточку из бумаги, то этой проблемы не будет. Можно не делать, но я просто захотела сама сделать из материала. Вот получились такие штанишки. Теперь приклеиваем кофточку. Извините, у меня клей на пальцах. Это рабочий момент. Я захотела к краю кофточки подклеить кружавчики. Мне кажется, что так будет красивее, наряднее. Так вот получается кофточка. Так же мы смазываем по контуру и припуск закрываем. Вот с обратной стороны зайчик выглядит так. Я приклеила на рукавчиках отворотики. И еще вот здесь хочу украсить. Приклею клеем и бантик. Я приклеила челочку. У меня зайчик вот с такой мордочкой. Я дам шаблон этой мордочке. Может быть, кто-то своего зайчика нарисует. Я хотела обратить внимание, что все это нарисовано, вся рожица. И не забыть поставить вот такие блики на черные глазки. Я это делала акриловой краской. И тогда получаются кавайные, как сейчас дети любят говорить, кавайные глазки. Приклеиваю я все вот на такой двухсторонний скотч. И тогда мордочка капельку отстает. Приклеиваем бантик. Так же на двухсторонний скотч приклеиваем лапку. Мне нравится, когда вот так отстает. Приклеиваем так же задние лапки. Но они практически одинаковые. И задняя лапка очень удачно закрывает край штанишек. Приклеили пальчики на яичко. Вот такой 3D-зайчик у нас получается для нашего пасхального панно. Для весеннего панно. Я вырезала из картона яички. Некоторые обклеила фетром, некоторые материалом. Украсила стразиками. Вырезала из фетра травку. И сделала основу. Это картонка размером 20 на 25 сантиметров. И я обклеила ее бумагой такой блестящей. Это голубое небо. И сейчас будем примерять зайчика. Вот так я хочу приклеить зайчика. Можно клеить клеем пистолетом или клеем титан. Зайчик на поне голубого неба сидит на зеленой травке. В травке лежат яички пасхальные. Раскатились. Я из фетра вырезала вот так двух пчелок с крылышками с маленьким жалом. Уже весна, проснулись и пчелки. Вот такое замечательное панно у нас уже получается. Если убрать яички, то это панно на круглый год. Можно вместо яичек цветочки. Подойдет на круглый год. Рамочку я решила сделать из веточек. Само это панно можно поставить и в такую, ну в обычную нашу привычную рамку, в стеклянную. Вот я вам край покажу, как выглядит, сейчас вот так покажу, как выглядит объемная рамка. Эту объемную рамку я делаю сама. Видео на канале у меня есть, как сделать объемную рамку из обычной рамки. И можно будет убрать вот под стекло. Но я пока так делаю. Как же я делаю рамочку? Я нарезаю веточки. Сейчас я уберу. Я нарезаю веточки и выкладываю в два ряда. Первый ряд толстенькие веточки. Вот так. А второй ряд веточки потоньше. Небольшой секретик есть, чтобы красиво смотрелось. Второй ряд не надо опять в стык выкладывать вот сюда. А в шахматном порядке выкладываем. То есть, если вот здесь стык, то вот так выкладываем. Видите, в шахматном порядке. Вот я уже одну часть закрыла, верхнюю часть. Очень аккуратно, красиво получается. Сейчас закрою дальше. Вот такое пану в рамке у нас получилось. Я хочу попробовать украсить. У меня были такие искусственные веточки вербы. А как сделать самую ветку? У меня есть видео. Эта веточка сделана из ватных палочек. Веточка вербы к вербному воскресенью. Ну вот, я украсила веточками вербы рамку и цветочками. Диана. У меня есть видео. У меня есть видео. Это очень вкусно. У меня есть видео. Ваточка вербы к вербному воскресенью. Субтитры сделал DimaTorzok